Бесплатные вебинары для руководителей Эксперты по построению бизнеса расскажут Новые сценарии онлайн-продаж Современные возможности интернет-маркетинга Как продавать в соцсетях и мессенджерах Как контролировать сотрудников на удаленке И как организовать онлайн-офис Делайте бизнес прибыльным для себя И надежным для своего клиента Друзья, доброго дня! Всех приветствую! Для начала мы маленькую проверку звука и света устроим Так, если есть звук в видео, вам видно и слышно меня Поставьте, пожалуйста, в чатик маленький плюс Такая традиционная история для вебинаров Чтобы я понял, что все окей Да, друзья, огромное спасибо за плюсы Я понимаю, что сейчас у нас есть звук и свет Итак, друзья, еще раз доброго утра, дня В зависимости от того, из какого вы региона У кого-то может быть даже вечер Вебинарная история она такая Меня зовут Михаил Беляев Я руковожу представительством один из битрикс в Санкт-Петербурге Сегодня мы с вами будем в течение часа обсуждать вторую волну Вторую волну пандемии, коронавируса, локдауна Или как это будет называться Но не саму волну, там ее причины А будем обсуждать ее влияние на бизнес фактически В самом начале я расскажу немножко организационных моментов И потом мы пойдем с вами в саму тему Будем общаться, будем отвечать на вопросы Итак, у нас с вами будет час С 11 до 12 по Москве Мы с вами вместе на этой площадке в вебинаре Смотрим, слушаем и обсуждаем У нас есть чат Он прямо справа от вас Сейчас вы туда ставите плюсы Но вообще туда можно положить любой вопрос Касающийся либо тематики сегодня Либо битрикс 24 С нами сегодня два наших опытных партнера-интегратора Компании IT-сфера и компания Invo Group Это коллеги, которые экспертно разбираются в продукте битрикс 24 Если вы пришли с вопросом, как что-то сделать Работает или не работает Подходит ли вам продукт Посмотреть на него Пожалуйста, любые вопросы можно в чат прямо задавать Коллеги уже здесь, да, пишут в чатике И совершенно спокойно Ребята проконсультируют Если это можно сделать в формате чата быстрого Быстрый вопрос, быстрый ответ Либо уйдут в коммуникацию дальнейшую Уже для того, чтобы детальную информацию дать В любом случае коллеги с вами свяжутся И спросят, какой был интерес Могут ли они помочь И может ли в принципе битрикс 24 Помочь той задаче, которая у вас есть Еще из организационных моментов У нас будет с вами запись И если вы вдруг поймали какой-то баг со связью Что-то было не слышно или не видно То можно будет потом пересмотреть Мы записью поделимся Как только она сконвертируется Все будет у нас окей Отлично По-моему, из орг моментов все Вопросы в чатике Дискуссия приветствуется Если есть, пожалуйста, можно пообсуждать Прямо сейчас я предлагаю вам размяться немножко У меня есть небольшой опрос Вот я его на экран вывел И поскольку мы 20 числа по ожиданиям Думали, будет или не будет вот та самая вторая волна То есть начнется ли она 20 числа 20 прошло вроде бы ничего серьезного Как кажется, не произошло По крайней мере для бизнеса Никого не закрыли, не посадили домой У меня есть маленький вопрос к вам Пожалуйста, ответьте Как по вашим ощущениям внутри Будет ли вторая волна? Ну и несколько вариантов ответа здесь Мы сейчас запустим голосование И посмотрим, какие варианты у аудитории сегодняшней есть То есть она будет примерно в том же объеме Как была первая волна Достаточно жесткий локдаун Люди будут сидеть дома И компании, и бизнес Ну и клиенты нашего бизнеса Тоже будут сидеть дома Вариант второй Она будет, но не такая серьезная То есть какие-то ограничения введут Но они будут не такие жесткие Для нашего бизнеса То есть подготовиться стоит, конечно, посмотреть Но, наверное, оно пройдет полегче Еще один вариант Никакой второй волны не ожидается Все будет в нормальном режиме Мы уже вернулись в тот самый ритм К которому привыкли до пандемической истории И будем в нем работать дальше Ну и там вариант четвертый Я вижу, что вторая волна уже началась То есть и не просто вторая волна началась Там мы видим статистику Например, я вижу ее влияние на свой бизнес Как-то я его ощущаю Пожалуйста, поголосуйте немножко Мы с вами Покажу вам эту картинку Как распределились наши голоса Чего нам ждать Как сейчас аудитория Та, которая пришла на сегодняшний вебинар Ждет и ощущает Если смотреть на статистику То по разным городам Разные, конечно, картинки Я слежу за Петербургом в основном Поскольку сам в Питере Она не более актуальна для меня Там, конечно, картинка не очень радужная То есть статистика говорит о том Что есть рост заболеваемости Нет такого ощущения Что прошел коронавирус И его не будет Но, конечно, есть самый большой вопрос Наверное, для нас Не есть коронавирус или нет его Как мы его, по сути, переживаем И с точки зрения здоровья Но сегодня мы про это не говорим Ну, и прежде всего С точки зрения бизнеса Так, давайте я Что сделаю? Я, наверное, сделаю вам небольшой скриншот Чтобы показать варианты Какие у вас есть А давайте без скриншота попробуем Я просто озвучу вам, что это такое Значит, в основном Ну, практически процентов 80 с небольшим Я как ЦИК сегодня Центр избирком Говорит, что вторая волна будет Но пройдет она значительно легче И немножко у нас распределились голосов Примерно поровну Что будет примерно как первая Будет так же Вернее, уже началась волна Вижу ее влияние И ничего не будет То есть основная история Которую мы сейчас с вами Мы поголосовали Видим в том, что По сути Так, вот так вот мы Покажем это немножко Вот так мы поголосовали 26 человек В основном говорят, что Все будет примерно Все будет так же То есть вторая волна будет Но пройдет существенно легче Так, хорошо Давайте мы пойдем по презентации И я поговорю Что мы имеем в виду Под второй волной И ее влияние на нас С точки зрения бизнеса Итак, прежде всего Что несет вторая волна Там жесткая она будет Достаточно Или она будет более мягкой И мы с ней совершенно Спокойно можем жить Первое и самое основное Мы с вами должны быть готовы К тому, что наша команда Наши сотрудники, коллеги Умеют, могут работать удаленно Или им придется так сделать Это будет там Либо добровольная самоизоляция Не каждый человек скажет Что я не очень готов Ну, то есть кто-то будет Кто скажет Я не очень готов выходить в офис Пожалуйста, дайте мне возможность Поработать из дома И нам нужно уметь Как бизнесу Как владельцам бизнеса Давать такую возможность В каких-то регионах Это будет рекомендательный локдаун И в каких-то регионах Видимо, будет достаточно Жесткий локдаун Мы не можем сейчас сказать На 100% как это произойдет Но готовиться к этому нужно То есть это вот первая часть Нам нужно уметь работать из дома В любом формате 100% сотрудников из дома Часть сотрудников из дома И кажется, что эта история Уже не уйдет от нас То есть часть сотрудников Уже привыкла работать из дома И достаточно спокойно Относится к этому И хочет этого в дальнейшем Когда-то в офисе Когда-то нет И вторая история Про которую мы тоже сегодня поговорим Это падение оффлайн-продаж То есть если люди сидят дома То они не могут прийти к нам В оффлайн-точку И если основная часть нашего бизнеса Или существенная часть нашего бизнеса Располагается в оффлайне На проходных территориях На потоке людей Которые заходят к нам В торговых центрах Или дома С идущими мимо людьми Которые заходят к нам В офисы Либо в центры продаж Мы говорим, что Мы ожидаем падение оффлайн-продаж Оно может быть достаточно жестким Как в первую волну Практически полное Некоторые точки в принципе закрылись Такие как бизнес-центры Закрылись и все Ну или Оно может быть частичное Какая-то часть людей останется дома И оффлайн-продажи Замедлится Снизится Как подобрать правильное слово Чтобы это не звучало По крайней мере страшно Друзья, я вижу комменты про звук Поскольку их немножко То может помочь Перезагрузка странички Рекомендованный браузер Для площадки Это Chrome Safari подходит Подходит Firefox Если правильно помню Но обновление обычно Все окей Звук и видео притормаживают Вижу немножко комментов Да Вроде бы основная часть Людей не пишет Поэтому будем надеяться Что со звуком видео все норм Попробуйте перезагрузиться Мы пока пойдем дальше Так Ну и немножко про опыт первой волны Что по сути принесла нам первая волна Ну она принесла нам этот опыт удаленной работы Это знаете как упражнение В процессе тренировки оно сложно Тяжело переживается И потом даже мышцы болят Но мы получили определенные навыки Мы теперь умеем делать Не знаю Подъем с переворотом Или какие-то другие упражнения В нашем случае это упражнение Опыт работы удаленных людей Ну и что показал нам опыт удаленной работы В первой волне Очень много мы видим На примерах этого бизнеса Это неготовность процессов И людей к работе из дома То есть если в офисе все держится Знаете на такой склейке личной Ты зашел, поговорил с человеком Или ты громко сказал в отделе Вот такое-то объявление, друзья Или если тебе нужно обсудить Какой-то процесс Какое-то действие Принять решение Ты быстро собрался Собрал нескольких людей в переговорке И принял такое решение Когда нет таких инструментов А отсутствие инструментов Вот тоже очень жестко показала первая волна Тогда эти процессы сильно замедляются Некоторые прямо останавливаются Некоторые становятся сильно длиннее Согласование документов, например Или принятие решений Очень сильно затягивается И мы по бизнесам это видим Бизнесы начали достаточно быстро Ну вот в таком хаотичном даже порядке Искать такие инструменты И мы сегодня про инструменты будем основную часть говорить Я буду показывать интерфейсы Bitrix24 Буду комментировать, как по сути продукт Помогает решать задачи Возникающие при удаленной работе Или при работе с удаленными клиентами Ну и второе Про падение оффлайн-продаж Что происходит? Мы сокращаем оффлайн-продажи У нас растет онлайн-продажа В некоторых сегментах Там прям очень серьезный рост Кратный рост Бизнесы адаптируются к тому Что нужно сделать для того Чтобы продавать не в оффлайн-точке А в онлайн-точке Тоже немножко поговорим об этом Ну и, конечно, бизнесы понимают Ценность клиентской базы Если раньше ты на проходящем трафике Мог работать и примерно понимал Что условные 100 человек придут тебе Сегодня и завтра То в ситуации, когда есть локдаун Или ограниченное количество людей Которые приходят к тебе Тебе нужно понимать Как ты с этими людьми будешь контактировать В дальнейшем То есть если ты сохранял контакт этих людей Ты можешь к ним вернуться Если у тебя не получается так сделать Тогда, соответственно, этих людей ты теряешь Сегодня по двум большим блокам Мы с вами пройдемся По организации дистанционной работы Что, по сути, бизнесу нужно сделать Для того, чтобы не потерять в скорости Не потерять в эффективности В этом процессе И второй момент, про который мы поговорим Большой, это, конечно, онлайн-продажи Организация онлайн-продаж Нужно ли что-то делать с продуктом-услугу Для того, чтобы его адаптировать Если нужно, то что И как технически помочь себе Нормально провести всю цепочку продаж В онлайне Готовы вы к этому? Сильно готовы? Или только начинаете этот процесс? Первое, с чего мы начнем Это дистанционная работа Если мы говорим про Bittrex 24 То это продукт, комплексный продукт Который помогает и организовать работу Внутри компании Сделать все процессы прозрачными Достаточно быстрыми Максимально облегчить обсуждение Принятия решений Процедуры принятия различных процессов Тут много всего есть для компании Я сегодня немного буду об этом говорить Не про все детально, но про ключевые вещи скажу И, конечно же, во втором блоке Опять повторюсь, скажем и про продажи Что такое работа удаленно? У нас есть сотрудники, появляются У нас в компании их достаточно много уже Я думаю, что у вас тоже есть Которые как раз пришли в период пандемии Когда мы фактически проводили собеседование удаленно Не видели их в коллективе Они не видели наш офис И не очень подумали о том Ну, то есть, и не очень поняли о том Как же мы взаимодействуем со стороны Мы их не очень знаем Они только пришли И они нас не очень понимают И, по сути, мы видим Что когда мы говорим про удаленную работу То нам нужно, как владельцам бизнеса Воссоздать удаленный офис Ну, такой виртуальный офис Чтобы атмосфера компании чувствовалась Не только в классном офисе Который вы сделали в офлайне Но люди, которые не приходили в офис Или не будут ходить регулярно в офис То они должны чувствовать это и в онлайне Они должны понимать, с кем они работают Вот тут на слайде есть структура компании Это то, как сотрудник новый видит компанию Кто работает, где они работают Кто по должности Если есть фотка, то это прям классно И вот про фотку прям следующая история Ну, и мы должны понимать, кто этот сотрудник Ну, чуть-чуть детальнее Кто этот сотрудник, что он за человек Как с ним общаться, как с ним коммуницировать В нашем портале У каждого сотрудника в портале Есть собственный профиль Где он говорит, кто я такой Если вы предполагаете поля с личными интересами А это абсолютно нормальная ситуация То сотрудник может сказать Я интересуюсь фильмами, спортом Пишу картины Что-то добавить о себе Это очень хорошо работает На такое вовлечение немножко в коллектив И лучшее понимание человека Там есть обязательные поля Контакты, телефон Можно делать необязательные поля Такие свободные Как у вас в компании принято Поэтому очень рекомендую использовать Эти возможности Сотруднику добавлять хорошую фотографию Ну и вы можете всегда посмотреть Независимо от того, знакомы вы лично или нет На то, что это такое сотрудник Теперь про коммуникацию Мы понимаем, что в офисе очень много коммуникаций Держится на личном общении На личных связях Мы должны воссоздать все то же самое В онлайне по сути И внутри BITREX24 Все очень сильно пронизано Такой социальной коммуникацией Мы иногда сравниваем Вот эту живую ленту с социальной сетью А это действительно очень близкие понятия Такая корпоративная социальная сеть Когда вы видите все, что происходит в компании Касающееся вас Вы задействованы в каких-то группах Рабочих проектах Это прилетит вам в живую ленту Вы написали сообщение Или являетесь получателем такого сообщения Своим коллегам Вы тоже это видите По сути, это персонализированная живая лента Учиться работать с этим не нужно Потому что редкие сотрудники теперь в компании Не знают, что такое социальная сеть Не понимают, как с этим работать Поэтому достаточно простая Но очень функциональная Классно работающая история Про единый чат Если у вас нет стандартного корпоративного чата Который принят в компании То 100% ваши сотрудники Каким-то образом в разных других чатах Решают свои вопросы Они выбирают чат, который им поближе И это получается Разные люди любят разные чаты Кто-то любит WhatsApp Кто-то любит Telegram Кто-то Viber у него там вся семья И поэтому мы начинаем переписываться В разных чатах друг с другом И найти какую-то информацию Реально, которая относится к работе Ты не очень понимаешь Куда тебе идти искать ее Потому что у тебя разные чаты Ты где-то эту информацию давал Поиск по чатам не всегда удобный По внешним И это получается такая путаница Ну, мы отдельно Ну, давайте упомянем Но детально говорить не будем О том, что корпоративный чат Содержит рабочую Иногда очень чувствительную информацию Для разглашения И есть кейсы Случаи, когда, например, топы Объединялись в чат Ну, в условном WhatsApp И обсуждали там серьезные Стратегические вопросы Потом организатор этого чата Переходил в соседнюю Конкурирующую компанию И, ну, никто же не следит за тем Кто организатор И кто внутри чатика Постоянно находится И следующие полгода Или там больше даже Читал существенную ценную информацию Для отрасли По стратегическим решениям компании Это серьезная история То есть все-таки Внутреннюю корпоративную информацию Не стоит вносить в чатики Есть единый стандарт чатов Мы говорим про Bitrix24 Это и видеосвязь И коммуникация текстовая Пожалуйста Это есть на мобильном телефоне Это есть на декстопе Это чат для корпоративной информации Личные чаты никуда не уйдут, конечно же Пожалуйста, вот они все мессенджеры вам доступны Но корпоративная информация должна быть здесь Документы Еще одна большущая часть работы Когда мы все оказались резко дома Нам должно быть очень просто И привычно получить доступ Ко всем рабочим документам Которые у нас были Если мы такую библиотеку документов Делали у себя до этого В электронном формате Классно Мы ничего фактически не потеряли Мы в ту же самую папку Заходим удаленную В облако И получаем такой доступ Ключевые моменты Для работы с документами Корпоративной работы с документами Это версионность Если кто-то залил новый файл Не совсем подумав о том Стоит ли это делать Можно откатиться обратно Права доступа Которые есть на разные-разные документы Ну и синхронизация, конечно Мы видим, что есть документы Есть распределение прав доступа На каждого сотрудника Или на группу сотрудников Это достаточно удобно И документы регулярно синхронизируются Я у себя на ноуте поправил что-то Появился интернет Оно синхронизировалось с общим облаком Этот доступ я могу получить из любой точки Это критично Я надеюсь, что вы пользуетесь календарями Я детально останавливаться не буду В Bitrix24 очень удобный механизм Планирования совместного Личного планирования Календари широко распространены Синхронизируются с разными девайсами С мобильными телефонами С десктопными и другими приложениями Пожалуйста, ваш календарь Расшаривается на сотрудников И не нужно постоянно дергать Можешь ли ты в три часа со мной созвониться Или в какое время ты можешь поставить со мной встречу Перейдешь в календарь, все сотрудники им пользуются Назначаешь встречу Это суперудобная история Ну, я надеюсь, что я объясняю Сейчас такие капитанские вещи Вы всем этим пользуетесь Если нет, очень классно работает Все хорошо Значит, теперь про рабочие группы В компании постоянно есть проекты Или группы, которые обсуждают единые интересы Мы это делим принципиально на две части Первая – проектная работа Когда мы, например, открываем Новое направление деятельности компании Или новый филиал Интернет-магазин Или что-то мы запускаем такое заново Там собираются люди из разных-разных подразделений Им нужно вместе общаться Им нужно сохранять информацию про этот проект И это делается в рабочей группе У рабочей группы есть такая же живая лента Можно посмотреть прямо в группе Или она в общую попадет тоже Есть задачи Мы про задачи отдельно поговорим Но вот все, что мы делаем в рамках проекта Остается здесь Есть документы, которые мы сохраняем И есть переписка Есть там чат рабочей группы, например Один из классных кейсов Который, может быть, сразу не виден Я чуть-чуть скажу о нем Это добавление нового сотрудника в проект То есть в обычной жизни это происходит следующим образом Нужно тебе пойти к куратору Который расскажет, что происходит в проекте Или тебе пересылают какой-то огромный документ Или переписку, чтобы ты почитал, что там происходило В формате обсуждения в Bitrix24 в рабочей группе Всех моментов, которые касаются этого проекта Мы просто добавляем нового свежего человека в рабочую группу И он условно за день Ну, если группа большая существует давно Просматривает всю историю коммуникации по ключевым вопросам И видит это совершенно спокойно То есть погружение в этот проект происходит очень легко Ну и, соответственно, если кого-то нужно выключить из проекта Это тоже делается одной кнопкой По сути, человек больше не имеет доступа к данным, которые внутри есть Это касается и сотрудника, который уходит из компании Автоматически это происходит Ты перестаешь видеть портал и всю критичную информацию Ну и не критичную, даже любую информацию, которая есть здесь Специально за этим мы не следим Мы уволили человека Он потерял доступ к всем документам Важным сообщениям, процессам внутри компании Суперудобная история Про рабочие отчеты Вроде бы очень простая история, но очень здорово дисциплинирует Что такое рабочий отчет? Вы настраиваете для группы сотрудников Или для каждого сотрудника Такое всплывающее окно, которое говорит Пожалуйста, расскажи, что ты делал в предыдущий период День, неделя, месяц Вы сами определяете, кому как подходит отчитываться И этот отчет всплывает постоянно И сотрудник заполняет его Туда попадают автоматические встречи, которые у него в календаре есть События, которые он задачи закрыл, например Но он сам дописывает текстом Вот чем я занимался в предыдущий период На прошлой неделе, например И соседняя закладка есть план И вот чем я буду заниматься на следующей неделе Это очень простое всплывающее окно Позволяет дисциплинировать себя И понимать, что ты сделал в предыдущий период Что ты планируешь делать на следующей Не у каждого в крови планирование Регулярное ты утром, там, в понедельник Взял, запланировал, что ты будешь делать на неделе Бывает так, что ты только к середине недели Начинаешь понимать Что тут действительно я должен сделать Потому что текучка, текучка, текучка Ключевых задач я себе не поставил Вот это очень здорово дисциплинирует Ну и во вторую очередь Или в первую, там уже с какой стороны посмотреть Дает понимание руководителю Что делает сотрудник Верно ли он работает По тем ли целям он идет По которым компания идет И которые руководитель ему поставил Эти отчеты, конечно, можно оценивать И мы, конечно, рекомендуем это делать Можно в комментариях пообсуждать Выразить свое согласие Удовольствие и неудовольствие Проделанной работой И планам, которые вы на следующую неделю поставите Тоже очень рекомендую Про умный поиск буквально два слова Естественно, как только информации на портале Ну и в любом месте становится много Нужен поиск по всей информации Которая внутри есть У нас есть отдельный поиск по чату Можно поискать по ключевым словам Что с кем вы обсуждали, когда Это удобно очень Есть весь спазной поиск по всему порталу Он получает доступ к сообщениям, которые вы обсуждали К задачам И он видит документы И причем учитывает права доступа Вас к этим документам Если вы права доступа имеете Он будет искать там Если вы права доступа к этому документу не имеете Он в выдаче его не покажет Поиск ключевая, очень важная история Теперь про бизнес-процессы Очень сильно, как мы говорили В первой волне Обнажилась неготовность компании Сквозные процессы Регулярные процессы, которые у них есть Нормально у себя вести И поддерживать Если вы не в офисе То есть подписание, например, счета Раньше нужно было положить такой волшебный счет В специальный лоток на подпись И там в течение двух дней Или в конце рабочего дня Туда подходит руководитель Или его секретарь Относит на подпись Подписывает все Процесс не в электронном виде Не автоматизирован И получается, что как только мы все ушли домой Нам нужна печать Она где-то у кого-то дома Этот процесс сильно растягивается Потому что нужно взять курьера Отдельно прислать все документы В какую-то одну точку Очень многие вещи Можно не с подписью И без специальной там визы Ручной Подписи, печати Рассмотреть в электронном виде Это командировки Отпуска Плата счета Согласование договоров Много-много разных процессов Значит, здесь на скриншоте Есть конструктор бизнес-процессов Он для обычного пользователя Чаще всего и не нужен Все происходит существенно проще Я вам сейчас покажу Небольшое видео Каким образом Можно настроить Сквозное прохождение процессов И как это, по сути, визуально выглядит Я чуть-чуть покомментирую У нас звука нет Звуком буду сейчас я Вот сейчас мы видим Интерфейс настройки Этого процесса Мы говорим Смотрите Мы можем добавить любое поле К запуску, например, счета Если мы запускаем счет Какие ключевые параметры Ключевые поля Должен завести Занести Определить человек Который счет запускает И мы делаем несколько строчек Например, обоснование Зачем мы это платим Скан счета Мы прикладываем соответствующий файл И сейчас мы определяем стадии По которым этот счет должен пройти Это может быть очень короткая стадия Мы говорим Смотрите, на этой стадии Вот этот человек Мы выбираем из структуры Конкретного человека Или группу людей И говорим действие Какое он должен сделать Утвердить или отклонить Причем выбирали Вот только что мы Каким образом это действие работает Либо любой из этих людей Может утвердить счет Либо они все вместе Должны дать свое согласие И пожалуйста Мы сделали Такое вот задание Человеку на каждый этап Определили ответственного И построили маршрут Повторюсь, он может быть коротким Там 2-3 стадии Руководитель одобрил Бухгалтер оплатил Он может быть существенно длиннее У вас может быть не один руководитель Нужно пройти несколько стадий Эти стадии легко меняются Если у вас есть права На редактирование такого процесса Пожалуйста, вот вы прям мышкой Ну вот в режиме реального времени Там видео Которое вы сейчас посмотрели Это вроде как очень пользовательские видео То есть специальных навыков Программирования здесь не нужно А что по сути мы сделали Мы сделали маршрут документа Мы настроили ответственных на каждом этапе И теперь мы в этой воронке Она очень похожа на воронку продаж Такой канбан Мы перетаскиваем с одной стадии на другую Видим, на какой стадии зависли наши процессы Что нужно сделать Может быть здесь не хватает людей Очень легко принять управленческие решения И вот в этом формате Конечно же мы очень легко можем перенести Все эти процессы в онлайн По сути нам переносить-то даже не нужно Они уже в онлайне И протекают очень-очень быстро Это критичная история Критичная для бизнеса Скорость Мы должны сохранить скорость Независимо от того, где мы с вами находимся Видео мы с вами посмотрели Торботизация процессов RPA называется в терминологии BITREX24 Партнеры подробнее расскажут Если там возникли вопросы А я надеюсь, что они возникли Потому что инструмент суперклассный Естественно, когда мы говорим Про удаленную работу Мы должны получать доступ откуда угодно У нас есть десктоп-приложение Которое ставится на Windows или на Mac-компьютеры И, естественно, есть мобильное приложение Которое тоже ставится на iOS или на Android Два приложения, они бесплатные Вы скачиваете Получаете доступ и к документам И к календарю И к задачам И к обсуждениям И к чату Все, что можно сделать с мобильным телефоном Вот тут в небольшом списке указано Но, по сути, с мобильным телефоном Даже с мобильным телефоном Вы можете оставаться в рабочем режиме Командировки, в дороге Дома даже Так, теперь К более сложным вещам Мы поговорили немножко про коммуникацию Теперь мы поговорим Про эффективность сотрудников Тоже вопрос, который в первой волне Вдруг появился Сотрудники ушли домой И руководители встали перед историей Нужно же контролировать Контролировать, что делают сотрудники Ну и, опять же, не потерять скорость Не потерять эффективность А теперь Нужно понимать Ну, что делает сотрудник Раньше у нас была иллюзия Мы заходили в офис Видели людей Они все приличные люди Сидят там в галстуках Или в кэжуал одежде Как у нас принято Все с серьезным видом Все работают Ну, вроде как молодцы Но насколько мы понимаем Отдачу То есть На удаленке такого нет Сотрудник у вас Где-то дома Он, не знаю У холодильника Он на диване лежит Он чем-то занимается Мы не контролируем Прямо в моменте этот процесс Не видим его глазами Поэтому Компаниям важно было Пересмотреть Как они оценивают работу сотрудника Вот что нужно Чтобы сотрудник работал хорошо Мы с вами начнем С, наверное, основной массы сотрудников Которые сидят в офисе Работают с компьютерами Которые вот как раз И являются пользователями Систем автоматизации B324 в том числе Это юристы, менеджеры Административный персонал Люди, которые работают С задачами и поручениями Как определить Что человек работает хорошо Что он молодец Просто Ну, давайте Скажите, пожалуйста Мы Я давно не просил вас Ничего писать в чатик Кто использует Какие-то системы Постановки поручений В B324 Или аналогичных Программах Любых совершенно Вот кто ставит задачи Не голосом в коридоре Сделай, пожалуйста, отчет К пятнице А в какой-то системе Она там хранится И вы ее регулярно видите И постановщик И тот, кто Должен сделать Исполнитель Поставьте, пожалуйста Плюсик Те, кто В такой системе работает В любой системе фактически Вижу Вижу плюсики текстом Вижу плюсики цифры Вижу плюс-минус Да, спасибо большое То есть система есть Но, видимо, не до конца Автоматизирован процесс Значит, окей Спасибо большое За обратную связь Если вы работаете В таких системах То примерно понятно Как оценить Хотя бы объем Того, что человек Должен Выполнить Вроде бы Если такой системы У вас нет Вы сейчас не поставили Там ни плюсу, ни минусу Никакого знака То мы понимаем Что, ну, в особенности В удаленном формате Когда вы выдаете задание Человеку Голосом, например Или на планерке Вы распределяете Кто что должен сделать Человек уходит С записанным в блокнотике Текстом у себя Даже если он там Дисциплинированный Все записал себе в блокнотик Во-первых Вы не видите Что он себе записал Не понимаете Правильно ли он туда записал Ту задачу Которую вы ему поставили Вы не понимаете Как ее контролировать Кроме как дернуть человека И спросить Что там с задачей И вот такие регулярные дергания Если у человека есть 10 задач от разных Исполнителей Разных постановщиков Тогда он регулярно Получает такой отрыв От производства Миша, как у тебя с задачей И я объясняю Что у меня с задачей как Было бы здорово, конечно Вот те люди Которые поставили плюс И они пользуются системой Просто заглянуть В интерфейс системы И понять Вот они задачи Вот какой срок исполнения Вот кто за них отвечает И вот что в них происходит Какой, по сути, статус задачи Она должна закончиться в пятницу Там должен быть отчет А пока там еще ничего нет Нужно, соответственно В задачи Задать человеку вопрос Не лично его дернуть В чатике Или голосом Задать вопрос Что происходит с задачей Это суперудобная история Значит И какие вещи Мы контролируем здесь Мы контролируем Не просто человек Выполнил или не выполнил задачу Это такой экспертный контроль По сути Мы, конечно Контролируем исполнительную дисциплину Делает задачу человек или нет Если он половину задач не делает Что-то неправильно работает в процессе В человеке Или в процессе Или в чем-то еще Мы оцениваем качество работы Не всегда это качество работы Да нет То есть сделал ты отчет Или не сделал Это такая экспертная оценка постановщика Когда он говорит Смотри Вот я просил отчет Но он сделан так Что его неудобно смотреть И тут либо человек Неправильно просил Не дал задачу Некорректно ее поставил Либо кто-то отнесся к ней Ну достаточно халатно Там разные варианты есть Но по крайней мере Экспертная оценка Здесь совершенно необходимо Это не формат 1.0 Не двоичная система Не сделал Не сделал Соблюдение сроков Критичная история Если мы не соблюдаем Сроки задач То мы подводим себя Коллег Если от нашей задачи Зависит еще следующее То мы весь процесс Тормозим на себе Ну и есть такой эффект Я отдельно его сюда вынес Называется социальный контроль Когда мы лично Выдаем задачу человеку В рамках проекта Он ее не делает И просто нам говорит Я не сделал Это такая коммуникация Один на один Когда эта коммуникация В рабочей группе И то, что тебе поставили задачу И ты ее не сделал Видишь не только ты И твой руководитель Но еще и твои коллеги И ты понимаешь Что ты вот их сейчас подвел И это На обозрении Общем находится Включается социальный контроль Он внутренний Ты не хочешь подвести коллег И он внешний Коллега подходит тебе И говорит Ну или пишет тебе Если это совсем удаленная история Ну так нельзя То есть из-за того Что ты сейчас Вот эту штуку не делаешь Мы там Тормозимся по проекту Это очень крутая штука Внутри коллектива И социальный контроль Работает Я не знаю Иногда сильнее Чем контроль со стороны руководства Разный мотиватор Есть у разных людей Но тем не менее Об этом стоит обязательно помнить Что это по сути Внутри Битрикс24 Это система постановки Контролирования Контроля Делегирования задач Тут есть много-много блоков По задачам Что умеет делать система Я буквально в двух словах Постараюсь описать Что это такое Это постановка По сути задач Вот маленький скриншот покажу Контроль этих задач То есть мы видим В единой системе В единой точке Сбор этих задач По исполнителю По проекту По наблюдателю У нас есть разные роли Что такое разные роли задач Я постановщик Кто-то еще исполнитель У нас есть роль наблюдателя Это, например, когда я ставлю В другое подразделение задач И кто-то должен быть в курсе Или я ставлю задачу человеку Но кто-то из наших коллег Должен понимать Что есть такая задача И работа над ней идет Например, чтобы параллельно ее не делать Так бывает в компаниях У которых разные подразделения Их достаточно много Соответственно, мы можем смотреть это В формате Ганбана Как здесь на рисунке В формате обычного списка Ну, сверху вниз идет список задач В формате Диаграммы Ганта Что такое диаграмма Ганта? Это В календарном формате Расставленные задачи Которые можно связывать Между собой Вот как раз, когда От одной задачи Зависит начало Выполнения следующей Мы можем связать Первую и вторую задачи Если сдвигается срок По первой Он сдвинется автоматом Такая проектная работа Соответственно, разные методики работы Доступны внутри Витрикс24 Это все одна и та же задача А я сейчас хочу сказать Вот про что Постановка задачи Предельно простая Это можно делать Из интерфейса компьютера Это можно делать С мобильным У телефона Тут все предельно Просто запутаться Фактически невозможно Про разделение на роли Я отдельно сказал И тут надо Добавить комментарий Что Когда вы ставите В ответственных Двух человек Например То создастся две задачи Потому что За задачу должен отвечать Один человек Если размытая ответственность Кто отвечает Кто крайний За эту задачу То очень велика вероятность Что она не будет выполнена Поэтому В остальных ролях Может быть по несколько человек В основном Роли ответственного Это один человек На нем висит задача Ну и Отдельно я скажу Про счетчики Это очень классный Хотя и простой механизм Опять же Очень часто Простое Работает Очень здорово Значит Как это работает И что это такое Когда задача Подходит к своему завершению Она должна Закрыться сегодня Или она должна Закрыться в предыдущий период То есть мы уже просрочили ее Возникает такой счетчик Вы его можете видеть На скриншоте Вот Услов Делаю Или Услов Все задачи Это означает Что задача Требует моего внимания Как исполнителя Если я делаю Такую задачу Как постановщика Если я поручил Такую задачу Как наблюдателя Или как Какой-то помощник Да, свой исполнитель Я иду в эту задачу И смотрю Что там происходит Как только задача Приближается К этой отметке Вот сегодня Дата завершения Загорается такой счетчик Почему счетчик Классно работает Потому что мы привыкли К ним очень давно Началось это по сути С почты Когда мы видели У себя в почтовой программе Количество непрочитанных сообщений Первое, что мы делаем Сейчас автоматом Сейчас мы так автоматом Делаем со всеми мессенджерами Со всей почтой Со всеми коммуникационными сервисами Мы видим количество непрочитанных Мы идем смотреть туда Что происходит Это автоматическая наша реакция Плохо ей не пользоваться Мы используем такую историю Поэтому очень здорово Это расставляет приоритеты Помогает человеку Определить Чем ему прямо сейчас Нужно заниматься Про счетчики сказали Немножко про эффективность У нас есть отдельная вкладка Называется Эффективность И вот здесь Вот вы видите Скриншот С цифрой Эффективности сотрудника Здесь тоже предельно просто 82% Которые сейчас на скриншоте Означают по сути Что из 100 задач 82 задачи Выполнены корректно Без нарушений Без нарушений сроков Без плохих оценок Условно Если мы там Школьные терминологии говорим Если этот показатель Есть И мы его контролируем То он автоматически Начинает улучшаться Как все Что мы начинаем контролировать Отвечая на вопросы Которые часто возникают Стоит ли показатель Ставить например В KPI сотрудника От которого зависит зарплата Я бы сильно подумал И скорее не рекомендовал Следить за ним Да Обязательно нужно Если твой показатель Ниже условно 80% Это вопрос к тебе Значит ты скорее всего Просто некорректно Работаешь с задачами Не передвигаешь вовремя сроки И не уделяешь этому Должного внимания Твои коллеги не знают Что ты не сделаешь Такую задачу Вот Но завязывать ее четко на деньги Такой тонкий момент Прям в качестве рекомендации Наверное нет В качестве мониторинга Обязательно да Какое количество задач решено Вот как процесс шел И соответственно мы можем сказать Сотрудник эффективно работает Неэффективно работает Тут Человек не теряет задачки Они находятся в одной точке Их очень удобно Легко посмотреть Очень сокращается время На вот эту рваную коммуникацию Что происходит с моей задачей Дай мне ответ Прямо сейчас По телефону или в чате Мы все это можем видеть здесь И более эффективно Тратим ресурсы Это блок людей Которые работают по задачкам Теперь есть другие люди Которые работают не по задачам А по часам Ну например люди Которые продают свой консалтинг В часах Продают услуги Которые измеряются в часах Контролировать их тоже можно Называется Это ресурсный учет Нотри Битрикс24 Мы ставим плановый показатель На решение задачи Сверяем его с фактическим Показанием решения задачи И соответственно Можем совершенно спокойно Смотреть Сколько часов человек потратил На какой проект На какие задачки И как это соотносится С тем что мы планировали Как он будет работать у нас Детально не останавливаясь Если будет интересно То коллеги проконсультируют Расскажут Как это работает внутри Как это завести Как там что Мы подошли к вами С вами к одному Из самых интересных блоков Это блок с продавцами И теперь я тоже попробую Помощить вас вопросом Скажите пожалуйста Вот у вас есть продавцы По каким критериям По каким показателям Мы оцениваем продавца Давайте я первый слайд Выведу И первые несколько вопросов Закрою Понятно что мы оцениваем Их по количеству денег Которые они принесли к нам Но достаточно ли это У меня есть мнение Что недостаточно Но мне хочется послушать Отзывы от вас Если у вас есть продавцы Вы контролируете их работу Скажите пожалуйста Только ли по деньгам Вы смотрите Что принес продавец В компанию Оплата счетов от клиентов Можно прямо в чатик Написать Что да Только деньги Или нет Еще и что-то другое Конверсия И рекомендации Да Конверсию вижу Рекомендации Это видимо Повторные продажи Или это просто Рекомендательные письма Время звонков Результативные звонки Отсутствие отрицательных мнений То есть оценок Со стороны клиентов Качество обработки лидов Качество обслуживания клиентов По открытым линиям Количество обработанных лидов Звонки Выставленные счета Классно друзья Мне кажется Что ничего нового Я там Тем по крайней мере Кто комментирует Активно работает с чатиком Сейчас не скажу Но мы пробежимся По ключевым моментам Про деньги Хорошо Так Вот тут есть комментарий Про отзывы Это расширение базы Благодаря рекомендациям Рекомендательный маркетинг Классная штука Очень здорово Что вы его используете И очень здорово Что вы его считаете Если считаете То соответственно Нужно еще Ну Это Показатель по статистике Увеличивается Вы над ним работаете Классно Здорово Марк Отлично Про деньги на счету Мы сказали Это ключевой показатель Для продавца Конечно же Деньги Но если мы смотрим Только его То мы не можем Влиять на процесс Мы просто видим Продавец На какую Сумму продает И все Влиять на то Чтобы эта сумма увеличилась Мы к сожалению Не можем Поэтому нам нужно Мониторить активности Что такое активности Мы смотрим Звонки Количество звонков Встреч Выставленных счетов Проведенных презентаций Коммерческих предложений Много-много-много всего Вот все Что по дороге У нас ведет К финальной стадии Оплата Мы контролируем В количестве Здорово Если мы контролируем Это в качестве Качество коммуникации Скорость реакции Просроченные дела Все это дает возможность Сделать CRM-система Мы видим Просроченные дела Успевает ли человек Отрабатывать Мы видим Качество коммуникации Либо глазами Можем посмотреть Либо Если мы говорим Про открытые линии Вот коллеги уже написали Здесь можем автоматически Запрашивать оценку Хорошо ли вас проконсультировали Да, такая возможность есть Ну и конечно же Мы смотрим на конверсии На конверсии Конкретного менеджера Сколько у него процентов Итоговой конверсии Или перевода С одной стадии на другую Сколько конверсий У отдела продаж Вообще в целом Как менеджер Соотносится с отделом Он ниже среднего Средний Выше среднего Мы смотрим Конверсии разные по продукту Разные продукты Дают разные конверсии Направление бизнеса Дают разные конверсии Все это нужно детально считать И понимать Для чего? Для того, чтобы мы могли понять Ну на примере конкретного менеджера Если условный Сергей Или Алена Классно конвертируют Холодные звонки во встречи Но плохо их закрывают То есть встреча проведена Но сделки нет Денег оплаты нет Договор не подписан Это означает, что нужно На этот этап Обратить их внимание Поучить их Как это правильно делать У кого-то может быть Обратная ситуация Он плохо назначает встречи Но отлично там дисциплинированно Дожимает их Можно послушать Как они говорят По телефону Можно взять лучшие практики И распространить их На весь коллектив То есть это прям Очень классная Большая работа Которой занимается Руководитель отдела продаж Если он отдельно У вас есть Классно Если нет его отдельно То занимается тот Кто за продажи отвечает Ну или Играющим тренером В том числе является Значит Сделать это можно Конечно же С помощью CRM-системы В которой есть Все ходы записаны Какое количество контактов У вас есть Не пропустили ли вы Ни одного контакта Когда вы собрали Все эти данные к себе Сейчас мы не можем Позволить заявкам Которые поступают В нашу компанию Остаться без ответа То есть просто потерять Их по дороге Если вы Видели Ну или недавно Помните ту стадию Когда у вас не было Условно CRM-системы Вы переходили на нее Или Не было IP-телефонии И вы ее внедряли То вы помните Что вдруг у вас Получается какое-то Огромное количество заявок Там у некоторых бизнесов До 30 процентов Иногда больше Прямо критичная масса Неотработанных Потерянных Люди звонят вам После того Как у вас закончился Рабочий день Или пишут форму На сайте Которая почему-то Не работает И там через спам Не доходит до почтового ящика То есть много-много Разных причин Мы должны быть уверены Что все входящие обращения Будь это современные Каналы коммуникации Вот здесь на слайде Нарисовано Телефон e-mail Будь это Классические Телефоны e-mail Будь современные Соцсети Мессенджеры И там консультант онлайн На сайте Мы должны точно принять Внутри CRM системы И точно посмотреть Отработали мы их или нет Ну и конечно Мы смотрим за конверсиями Подключаются каналы Достаточно просто Вот каналы есть разные Я уже сказал Что есть те Которыми мы пользовались давно Те, которыми мы начали Начали пользоваться Не так давно Но они активные Мы даем возможность Их подключить Даем возможность Помониторить эту статистику Что через какой канал пришло Какой эффективностью Обладает данный канал Мы конечно же Здесь точно так же Используем счетчики Я про них рассказывал В CRM они точно так же работают Самое Одно из самых главных Правил работы в CRM По каждой сделке Всегда должно быть Следующее действие Если этого не происходит Значит очень легко Забыть эту сделку И до конца ее не довести Счетчики показывают Когда в сделке Нет следующего действия Либо когда Действие Запланированное дело Просрочено Очень удобно работать Очень удобно смотреть Еще один блок Вот после CRM На который нам нужно Обращать свое внимание Это Custom Requisition Cost То есть цена покупки Сколько стоит нам клиент Который совершил у нас покупку И конечно здесь Я буду оперировать К сквозной аналитике Потому что если вы занимаетесь Только маркетинговой аналитикой У вас есть стоимость Привлечения лида Да Стоимость заявки Вы ее точно скорее всего знаете Вот она в цифре есть Но этого недостаточно Для понимания процесса полностью Потому что мы должны понимать Конверсию из этой заявки В конечную продажу Сколько с данной рекламной кампании Допустим с канала Фейсбука Пришло заявок И сколько из них Закончились продажей Тогда мы можем понимать Эффективность этого канала Точно А не просто Какое количество заявок Дает такой канал Нужно понимать еще и Качество этих заявок Поэтому сквозная аналитика Внутри CRM системы Дает ответ на этот вопрос Мы внутри Сочетаем и Колл-трекинг То есть подменяем номер В зависимости от канала Мы внутри Подменяем почту Если вы пришли По определенной ссылке На сайт То вы видите Другой номер телефона И другую почту И благодаря этому Мы спокойно можем Смотреть каналы И их эффективность Мы позволяем Работать с Утм метками Внутри CRM системы Пожалуйста Достаточно много Инструментов внутри В блоке отчетов В блоке CRM аналитики Мы можем смотреть CRM аналитики Сквозной аналитики Отчет по окупаемости Например Конкретного канала И здесь мы показываем И количество И сумму И процент И вы достаточно легко В несколько кликов Можете понимать Какой канал хороший Условно хороший Я так говорю Какой рабочий Какой не рабочий Какая у них конверсия Нужно ли пересматривать Рекламные кампании Либо нужно отказываться От этого канала И использовать другой Который классно работает Что статистика вам говорит Еще один момент Про который мы В самом начале С вами сказали И теперь тоже Я обязательно хочу Поговорить с вами Это lifetime value Или база клиентов Очень редкие бизнесы Работают только На входящем потоке Ну вот когда нет Повторных продаж Если у вас такой бизнес Подумайте пожалуйста Можно ли сделать так Чтобы у вас клиенты Покупали Не один раз А несколько В большинстве бизнесов Это сделать можно Есть книжки Которые в качестве примера Приводят продажу автомобилей Даже в таком сегменте Когда покупка Совершается раз в несколько лет Там раз в три года Например Компании работают Над постоянными покупателями Над их лояльностью Понимая что человек Приходит не один раз За покупкой машины И потом его нужно Заново будет где-то собирать Он может прийти к вам Еще раз через несколько лет Да через несколько лет Но тем не менее Он может прийти к вам Вы можете не тратить Вот ту же самую огромную сумму На привлечение этого клиента Не потерять его Естественно в бизнесах В которых покупки Чаще совершаются Это работает еще лучше Еще интереснее Вы должны собирать Такую аудиторию Внутри своей Собственной CRM системы Когда у вас конверсия Условно в продажу 5% будем говорить Вот такую цифру То 95% ваших клиентов Ничего не купили Это не означает Что с ними не нужно работать Вы должны понимать Кто они Иметь возможность Их определить По какому-то признаку По отрасли По городу По полу По последним покупкам По причине отказа Внутри сделки И должны уметь Вернуться к ним заново Через какой-то канал Вы их выбрали Сегментировали аудиторию И пришли к ним Через имейл Телефон Поставили задачу На повторную продажу Вот кросс-сейл И повторные продажи Также очень легко И классно Автоматизируются С помощью CRM системы С помощью роботов Или автоматических действий У нас есть такое понятие Как тоннели продаж Разные воронки Поскольку у вас Разные процессы Продаж отличаются Друг от друга У вас есть продажа Основной услуги Продажа сервиса К ней Или продажа другого направления Там разное количество стадий Разные действия нужны И очень просто Продав один раз Одному клиенту Перебросить его В следующую воронку Чтобы он купил Ну условно Не только принтер Но и потом и картриджи А еще подписался На строковку На несколько лет От поломки Этого принтера Я сейчас фантазирую Но ваша задача Перенести на свой бизнес Вот эти принципы Человек пришел к вам Один раз Но продать ему нужно Несколько раз Еще один Очень классный инструмент На который Прям обращу ваше внимание Сейчас Это генератор продаж Когда вы из базы Своих клиентов Выбираете нужный сегмент По разным признакам У кого ближайший день рождения Кто с вами давно не общался Кто купил какой-то товар И ставите задачу На повторную продажу Можете поставить Эту задачу менеджеру Если у вас Персональная продажа Позвонить в компанию И совершить такую продажу Можете сделать это автоматикой Запустить Цепочку писем Емейл рассылку На тех клиентов Которые совершали у вас В прошлом году Определенную покупку Кто там устраивал День рождения Кому ваша компания Устраивала день рождения И там подходит срок Пожалуйста Можно скопом их сделать Выбрать всех У кого в январе день рождения И в декабре с ними общаться Можно Каждую сделку Индивидуально Автоматически просить Систему Роботом Чтобы через 11 месяцев Поставилась задача Менеджеру Связаться вновь Или отправилось письмо Автоматом Человеку Чтобы продать Следующую услугу Пожалуйста Думайте о постоянных продажах Об этом волшебном слове LTV Lifetime value На собственной базе В особенности Когда мы все уйдем Если вдруг Такое случится Уйдем с вами на локдаун Мы должны понимать Как мы в удаленном формате Будем коммуницировать Когда по хока Такого нет Про клиентскую поддержку Чуть-чуть Мы затронули уже Эту историю То есть как оценивать Клиентскую поддержку И коллеги уже сказали Что есть у нас Открытые линии Вы наверняка видели их Я быстро по этому вопросу Пробегусь Клиентская поддержка Оказывает консультации Нашим клиентам И прежде всего Мы должны сделать так Чтобы это было Возможно И бесперебойно Даже если мы сидим С вами дома То есть номер телефона Работал тот же самый Даже если человек Сидит у себя в квартире Чаты По которым идет консультация Должны быть доступны Человеку Если он не в офисе А сидит у себя Там в квартире На балконе В кафе Переехал в другой город То есть находится Не в самом офисе Пожалуйста Это техническая часть Мы должны обеспечить Такую работу И как мы оцениваем Людей Которые дают Такие консультации По объему работы По количеству Обработанных сообщений По скорости реакции Скорость реакции Во многих отраслях Бизнеса Очень критично То есть Когда ты Ожидаешь ответ На свой вопрос Особенно в чате В течение Там минуты Ты не можешь ждать Две, три, пять Очень важно Быстро ответить Чтобы клиент Не ушел на другой сайт Ну и удовлетворенность Коллеги тоже Уже здесь говорили Большое спасибо Друзья Можно смотреть Автоматически Удовлетворенность Пользователя От консультации Задавать такой вопрос Делается это Достаточно просто Вот разная аналитика В открытых линиях Есть Смотрите Мы можем смотреть Нагрузку по каналам Через какой канал К нам приходят Такие обращения Это группа В нашей соцсети Например Это телеграм-канал Это телефонный звонок Или это почтовое сообщение Пожалуйста, можем здесь посмотреть Что это такое Вот детальная статистика Видим нагрузку Видим первичные Повторные обращения Разная-разная статистика И скорость времени Скорость реакции Мы тоже можем мониторить Вот она Средняя скорость реакции Одна минута Классно, здорово Удовлетворенность клиентов 96% Огонь Очень здорово Можно смотреть это в целом Можно смотреть По конкретному человеку Если мы там специальный фильтр поставим К завершающему блоку У нас с вами 8-9 минут осталось по часам Что в завершении Какую важную историю я хочу поднять Это онлайн-продажи То есть что меняется в продаже В связи с второй волной Локдауном Или изменением Того, что мы с вами Не выходим на улицу Первая волна показала Что мы начали Все больше и больше Покупать онлайн Очень многие из нас Начали продукты покупать онлайн Хотя раньше все время Ходили в магазин И такое случается С очень многими сферами То есть люди привыкли Что онлайн нормально работает Все окей И значит бизнесы должны Онлайну соответствовать Что такое соответствовать Нельзя быть только в оффлайне Фактически нельзя Это минимизация рисков Если вдруг нас всех Закроют на карантин условный То мы потеряем огромную часть Или 100% Или очень большую часть Того, что мы из оффлайн-точки получаем Мы должны минимизировать риски И онлайн-канал тоже держать активным И в большой доле у себя Мы должны адаптировать продукты Под этот онлайн Если раньше Ну вот классические примеры Салонов красоты Которым пришлось совсем тяжело Когда они Поняли, что к ним нельзя дойти И снять там условный шелак Надеюсь Молодые люди И немолодые люди Мужчины Понимают В чем такой вопрос И рассказали Жены Подруги Или кто-то еще То они стали делать Такие наборы Do it yourself Вот тебе Жидкость Вот тебе Инструменты Вот тебе Пожалуйста Мы доставим это тебе домой Чтобы ты сам Сама могла все это сделать То есть адаптировали свою услугу Самая простая адаптация Мы добавили доставку У нас была пекарня с кофе Раньше это было все на вынос А теперь мы вот в этом доме И в нескольких других Совершенно спокойно С утра Разносим завтраки Завтраки вот такие Мы вам их принесем То есть мы смотрим все На свои услуги На свои продукты Что можно с ними сделать Для того, чтобы в онлайне Они тоже продавались От самых простых вариантов Просто добавь доставку До вариантов сложных Переделай немножко продукт В Do it yourself Вот в этот формат С кейсом Про который мы только что поговорили Или в что-то еще Да, добавляем там Примерку Много-много всего Можно придумать для онлайна И нужно это упражнение Проделать с собой Потому что Мы все равно в онлайне Будем очень большое количество Времени сейчас проводить Оффлайн будет меньше Онлайн будет больше Вот такая статистика Все этапы сделки Должны быть нормальными В онлайне Что я имею в виду Вы должны показать товар Должны дать информацию Должны отправить Ссылку на оплату И все это нужно сделать так Чтобы клиент Не выходил из условного Там мессенджера Сайта Из коммуникации с вами Из своего телефона Вот это должны уметь Все бизнесы Поэтому В обязательном порядке Делайте так Чтобы вы такое умели Ну и Над стоимостью привлечения клиента Мы с вами поговорили Над работой С ЛТВ поговорили Как быстро выйти в онлайн Если вы еще не там Самый простой способ Как практика нам показала Пойти в социальные сети Это круто Здорово Там есть аудитория Но не всегда Социальные сети дают Даже когда у них есть Разделы Вот он магазин Дают возможность Правильно показать услугу В особенности услугу Когда нужно объяснять Что это такое Отстроиться от конкурентов Преодолеть возражения На лендинге Там это сделать нельзя Но и ограниченные возможности По сравнению товаров Например Если это товары Интернет-магазин Поэтому Соцсети Классный инструмент Да, классный Этот трафик Мы должны забрать себе Куда его забрать По сути Мы забираем его к себе На сайты С двумя большими целями Первая цель Мы хотим Эту аудиторию Зафиксировать у себя Не только тот Кто в социальной сети И мы имеем к нему доступ Исключительно там Мы хотим иметь к нему доступ И по телефону И по имейлу Чтобы мы потом продолжили Коммуникацию Даже если группу в соцсети Мы закроем И второй момент Мы хотим правильно Показать продукт Или услугу Это не всегда можно сделать В соцсети Это можно сделать на сайтах Детально опять же Не рассказываю Коллеги Будут Звонить Говорить вам Какие есть вопросы И подскажут Как правильно Это трансформировать Значит Сайты Достаточно просто Создаются Есть шаблоны Эти сайты Готовы К оптимизации Поисковой Там много-много Всего есть Они адаптированы Под разные устройства Сразу И самое главное Они сразу связаны С CRM-системой Вот там есть чат Который сразу же Вам контакты бросает CRM-система И вы внутри понимаете Что за Клиенты Пришли к вам На этот сайт И имеете возможность Дальше с ними общаться По сути Ну и про центр продаж Я вам наверное Не текстом буду говорить Я покажу небольшое видео Как работает по сути Центр продаж И вот та самая цепочка Которая должна От начала показа товара Или услуги До завершения Приема оплаты Внутри социальной сети Она должна быть У вас настроена И клиент должен Получить к себе Такую возможность Вот по сути Это тоже Видеозапись Интерфейса Битрикс24 Когда клиент Находится на Мобильном телефоне Менеджер работает Внутри интерфейса CRM-системы Центр продаж Заходит на наш сайт Клиент Переходит Из виджета В коммуникацию С нами Через один из каналов Через мессенджер Мы видим это сообщение У себя В CRM-системе И коммуницируем дальше Когда клиент Запрашивает Какую-то подробную Информацию Как Где вы находитесь Или какие правила Возврата и доставки У нас есть Мы ему Можем Совершенно просто Из наших Предустановленных Страничек Которые мы заранее сделали Показать нужную Отдать ссылку на страницу Если там это расписано Более детально Конечно Если можно ответить Одним словом Что там Есть у вас возврат Да, есть правила Достаточно простые Можно дать ссылку Можно ответить одним словом Но тем не менее Когда нам нужно Более детально Или карту показать Или какую-то ссылку Дать правильную Мы, пожалуйста Можем посмотреть сюда То же самое касается Оплаты заказа Когда мы говорим Я согласен Купить у вас товар Мне нужно Чтобы я не выходил Из привычной коммуникации Куда-то еще И вот здесь Мы видим Как мы скинули ссылку На оплату Человек получил ее Прямо на мобильном телефоне Перешел по этой ссылке И завершил процесс покупки То есть не выходя Из своего мессенджера Внутри Пожалуйста Мы процесс покупки совершили И CRM-система Узнает о том Что покупка совершена Мы можем Организовать доставку Доставку В большинстве регионов Мы точно так же Можем организовать Автоматом Изнутри CRM-системы Например Подключив Яндекс.Такси Здесь докручивать до конца не буду Надеюсь Принцип понятный То есть все процессы И показать товар Картинку И принять деньги В конце Мы должны уметь Не выходя Из привычного Для клиента Центра коммуникации Если мы с вами К онлайну Не только что подошли А умеем торговать В онлайне Там серьезные Достаточно обороты И нам нужны Продвинутые инструменты Для электронной торговли Сравнение Рекомендательные блоки Бигдейта Работа с автоматизацией Много-много всего Тогда мы смотрим Конечно же На связку E-commerce платформы И CRM-системы Здесь на стриншоте Указана коробочная версия VTX24 Интернет-магазин Плюс CRM Где оба этих продукта И e-commerce платформа И CRM-система Сведены в одно И это по сути Будущее E-кома Потому что Можно ли сделать Бизнес без сайта Уже да С помощью CRM-систем Лейдингов условно Которые есть Внутри CRM-системы Можно ли сделать Интернет-магазин Без постоянной работы Со своей аудиторией Нет, к сожалению, нельзя И это единственный Возможный вариант Поэтому если вы Серьезно в e-commerce То посмотрите, пожалуйста В эту сторону Я сегодня Совершенно не поговорил Про очень крутую Возможность Которая внутри CRM-системы Есть Это автоматизация Она работает В помощь менеджерам Она работает В упрощении Многих действий Автоматическая отправка Сервисных сообщений Ваш товар пришел Такая-то стадия Оплаты Наступила Документы Автоматически Сформированы И отправлены Вам на почту То есть много-много Разных действий Которые упрощают Коммуникацию Помогают менеджерам Контролируют Менеджеров Иногда Можно сделать Внутри CRM-системы Эту часть Сделают наши партнеры Которые после Вебинара Позвонят вам И посмотрят Насколько может Bittrex24 Облегчить Вашу задачу И про то, что мы Поговорили с вами До этого В организации Внутренней работы Внутри компании Удаленной работы И в онлайн-продажах И с точки зрения Автоматизации Поэтому я вот Коллег, который у нас Сегодня в чатике Компания Итисфера Индогрупп Попрошу Сделать вот такое С вами упражнение Поработать в этом формате Поэтому если у вас Есть такой вопрос Зафиксируйте его в голове Когда коллеги Будут совершать звонок У вас уже будет Готов вопрос Вот про это Я хотел Хотел узнать Друзья Огромное спасибо Сегодня по информации Всей, которую мы готовили У меня все Я хочу отдельно сказать Что Bitrix24 Про который мы сегодня Говорили И много-много интерфейсов Посмотрели Это комплексный продукт Который закрывает Много-много блоков Это и офисные задачи Работа с удаленкой Это и контроль Работы Любого сотрудника И организация Такой работы С помощью задач Проектов Это и продажи С CRM-системой Это и контакт-центры Сайты и магазины То, что касается Онлайна у нас внутри Теперь маленький-маленький Вывод ремарка По поводу второй волны Или обычной жизни На самом деле Независимо от того Какая жесткая Или мягкая Вторая волна Нас ждет Получается, что Вот те самые улучшения Которые мы приобретаем Переходя в онлайн Или делая так Что мы умеем работать Из разных-разных точек Сочетаем работу дистанционную И работу в офисе Это делает нас сильнее Мы становимся Более автоматизированными Более быстрыми Более адаптивными И даже если Сейчас В ближайшем будущем Я надеюсь, так и будет Не будет вот Жесткой второй волны Когда мы все там Дружно сядем по домам Будет критическая угроза Она будет достаточно мягкая И не так будет влиять На наш бизнес Мы уже сделали Несколько циклов упражнений И уже стали сильнее Чего, друзья, и вам желаю Запись будет Отвечая на вопрос Мы отправим Эту запись На электронной почте По которой вы регистрировались Коллеги, которые сегодня Консультировали вас в чатике Обязательно Проконсультируют вас И в дальнейшем Они наберут вас Спросят Насколько вам вебинар Зашел или не зашел Те вопросы вы ожидали Услышать ответы Вернее, на вопросы Которые у вас были Или нет Есть ли другие вопросы Касательно автоматизации Бизнеса Битрикс24 Или любой другой Организации работы Насколько это Заходит Насколько коллеги Могут вам помочь Друзья, большое спасибо Всем удачи Прощаюсь Продолжение следует... Продолжение следует...